Ранее совершенное преступление раскрыли полицейские города Камышино. В полицию обратилась 35-летняя местная жительница, сообщив, что ночью неизвестный порезал шины, принадлежащие ей автомашине Шкода. В ходе проведения оперативно-рыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась 42-летняя соседка потерпевшей, которая ночью ножом порезала все четыре колеса автомашины. В содеянном она осозналась, пояснив, что преступление совершила на почве личный неприязнь к потерпевшей. Дознавателями в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. В Суровикинском районе сотрудники ДПС задержали подозреваемого в разбое. В полицию обратился 73-летний пенсионер, водитель такси, и сообщил, что вечером, находясь недалеко от автодороги Волгоград-Скаменск-Шахтинск, неизвестный, угрожая ножом, вытолкал его и завладел автомашиной «Шевроле». В ходе оперативно-рыскных мероприятий полицейские задержали ранее неработающего судимого 43-летнего жителя Калача. Возбуждено уголовное дело. Мошенники продолжают обманывать граждан, желающих заработать на бирже. 64-летний житель Держинского района перевел 175 тысяч рублей неизвестному, который обещал ему быстрый заработок в игре на бирже. На одном из сайтов потерпевший увидел предложение по инвестированию денежных средств. Пенсионер позвонил по указанному номеру, и неизвестный, представившийся сотрудником биржи, убедил его в гарантированном получении крупной прибыли в кратчайшие сроки. Мужчина перевел денежные средства на указанные номера и стал ждать прибыли. Однако при следующей попытке дозвониться до сотрудника фирмы ему не удалось, и он обратился в полицию. Полиция предупреждает, если вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств, стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Редактор субтитров А.Семкин